и власть над всеми бесами и врачевать от болезни и послал их поведать царствие Божие и исцелять болезни они пошли и проходили поселением, благовествуя исцеляя вот мы услышали это повеление, иди исцеляй не выполнишь, нет этой силы это было тогда, необходимое Иоанн Затауз говорит, при начале проповеди творили чудеса, а он говорит я в чудесах не нуждаюсь, я просто верю а вот остальное-то послал проповедовать послал всех скажи, тебя послал Господь или нет проповедовать я вот сегодня поинтересовался вот у нас был тут пастырь один, родственник им его вот уже прошло столько лет несколько десятилетий кто-нибудь из вашей роди пришел или не пришел? нет, говорит, никто не пришел а через нее, тоже она пришла из баптистов, тоже не один почему? свидетельство ли от нас это не зависит но он проповедал, да, он всем за свидетельство, он проповедал но Бог не дал на земле увидеть плоды, может быть это будет после смерти все они остались, как были еретиками, так и остались пророк Исаия 61 глава говорит дух Господа на мне а в чем это выражается? на мне дух или нет? умение исцелять да нет дальше ибо он помазал меня тоже и мы помазанные дар и Духа Святого Священни говорит после крещения было мы все помазанные помазанные означает Хрис мой христиане мы а как это узнать? он послал меня помазал и послал благовествовать нищим вот теперь плоды этого помазания благовествовать ну помазан я или не помазан ну нигде же это не видно это незримо это внешне что мажет может ничего не значит а вот что проповедовать нищим нищим духом нуждающимся бедным ничего не знающим а это от нас зависит и он послал их проповедовать они пошли по селениям я вот мысленно издалека как бы наблюдаю вот они заходят в селение ни одного верующего нет как? с чего начать? а ведь надо начинать проповедовать почему? а я не вернусь домой меня хозяин будет бить ну посылают сейчас ты чтоб пошел столько-то денег насобирал нас выпрашивал сейчас под контроль взятые все нищие там своя мафия недавно так как говорили нашли уже больше десяти человек нищих они убили которые деньги вовремя не отдавали и оказалось пятилетняя девчонка ее убили с крайней жестокостью расправляются так давайте помнить будем что мы тоже зачем-то посланы какую-то милостыню для Бога собирать наш Господь Иегова очень любит человека и он постоянно каждый день побуждает нас Духом Святым он возбуждает нас от сна сердце бьется дал одежду мы думаем одежду носим это так просто а Иегов говорит Господи и как одежда согревается плотью никогда не задумывался а вот как задумываешься одежда согревается откуда тепло-то идет и что это за термос состоит одежда согревается плотью теплая у тебя одежда нагрета оказывается это тайна и тайна это уже 3600 лет и никто не может разгадать откуда что там за мотор стоит какие там нагревательные приборы и одежда нагревается а что души нагревает любовью Господу стремление угодить Богу Дух Господний помазал меня благовествовать нищим дальше послал меня исцелять и там считаем и апостолов послал а этот поясняет сокрушенных сердцем оказывается исцелять мы умеем а сколько сокрушенных сердцем сколько измены в семьях непослушных детей обмана на работе на производстве всюду и везде сокрушенные сердцем люди ну это мы знаем куда ну видишь что совсем не так поступает пришел помолился все по другому стало а у людей это пристанище да нет они Христа не знают да как же к ним не пойти да не сказать сокрушенных сердцем и что проповедовать что проповедовать пленным освобождение так ну я буду проповедовать пленным а где оно освобождение оно пришло им сказать вы только согласитесь и сегодня из плена выйдет а знаете пленные это вузы которые сидят все остальное не имеет значения когда ты лишен свободы я помню в камере сидел и когда прочитал что если будешь так поступать так хорошо и дальше говорится награда какая дополнительную пайку разрешат иногда свидание я вздохнул отошел что польза когда все сделаешь а я сижу здесь ну что мне это даст ты мне скажу так будешь поступать тебе свободу дадим пленным освобождение дает Христос люди рабы греха они томятся он говорит я давно уже жила и бросить курить не могу я не знаю что не пил два года опять сорвался вот сейчас видишь все остатки пропиваю ничего нет пленным освобождение и Господь это все сделает он избавит тебя и когда человек начинает думать а как я от этого избавился даже не знаешь в какой момент отошло от тебя это вожделение этот грех пленным значит освобождение и узникам открытия темницы это все проявление того что мы помазаны Духом Святым а если этого ничего нету так надо подумать помазан я или не помазан еще так а батюшка говорил печать дара Духа Святого не обманывайся ты может быть уже печать эту сорвал с тебя эта печать залог Духа Бог дал посмотрите сколько и все заключается в проповеди и оказывается исцеление тоже в проповеди потому что остальное от нас и зависит ты скажешь я ничего не знаю не отговаривайся но ты знаешь что есть Христос и Его любовь что Он тебя возлюбил теперь скажи прийди в церковь ты не знаешь ты говоришь без церкви нет спасения даже ничего не знаешь говоришь кроме православной церкви никто не спросил ты и то не сильно что грешишь ты людей приведи в Писание скажи в Библии открыта вся истина Он нас послал пропадать Евангелие мы словом Евангелие наполним весь мир это благая весть добрая что означает добрая сокрушенных сердцем я хочу чтобы исцелился я с тобой ничего не могу сделать тут услышал что меня обманули на телефоне я только услышал сестра написала нехорошо на душе стало вот думаешь сколько же обмана сколько зла ну я знаю где подошел к брату сказал брат мне тяжело вот такой обман не ожидал даже насколько подлые люди давай помолимся помолились утром уже легче пошел-то объявил всей церкви мне нужда сердце сокрушенное прямо мне бы охота сказать плохо так-то а я не могу верующие-то труднее как бы переносит я не могу ни пойти ни ударить ни подложить ни подорвать ни поджечь я снова на колени все ушло и Господь видит смирился и вернул все деньги как Господь то все любит-то нас ты все это перебери у себя Евангелие от Луки об этом говорит 4.18 Господь когда о нем говорится то говорит и Дух Господень на мне и 9.2 и посылает их проповедовать Царствие Божие и не воспротивились и ты скажи я тоже посланный посланный значит апостол апостоличность мирян апостоличность христиан в миру вот такие есть выражения он меня послал а кто такая была Магдалина да ты чем хуже Магдалина только одним что ты не бежишь и она темноты не испугалась шли-то когда совершенно темно да мы-то идем нас милиция охраняет они шли где любой воин мог ее заколоть куда ты пришла охраняемый объект часовой лицо неприкосновенное 1 Петра 1.12 ныне проповедано вам помазанным Духом Святым вот как Дух Святой сам проповедует через верность своих и Римлян 10.15 и как проповедовать если не будут посланы вот этот вопрос то почему не ставили надо проповедовать и на каждое быисподи подходили и говорили батюшка а ведь я не проповедую а ты виноват в этом почему так надо быть послан почему же ты нас не посылаешь мы должны о священнике позаботиться чтобы он постоянно говорил и посылал он как сторонний наблюдатель пока за нами смотрит да мало еще и может быть думать хорошо бы может и не ходили да я думаю что не будем ходить и батюшка сильно тебя не заболеет от этого а представьте что мы сейчас никто не будем ходить как сразу все изменится ну сегодня температура холод не позволила выйти с книгами а ведь завтра то Бог даст мы опять должны об этом подумать 1 Коринфянам 1.17 ибо Христос послал меня проповедовать благовествовать а не крестить когда в последний раз какой священник сказал эти слова его позовут крестить да любую я не раз был сидел рядом со священником и телефон звонит крестить да в любое время а сколько стоит ну сразу называется хорошо все трубку положил опять звонит покрестить да кумовья крещен он забыл сказать кумовья нет ну и кумовьям надо сразу покрестить чтобы все опять трубку положил все закончилось это везде одинаково это не то что пропанация а чудовищный обман а он нужен не нужен он совсем это просто дыра в преисподнюю а если позвонили он бы сразу сказал а вы как верите во Христа и по порядку нет да надо ходить на занятия надо свидетельствовать другим надо заниматься своей душой а уж тогда мы посмотрим летом где-то будем крестить ничего этого нет главное чтобы были деньги это иное благовестие второе Коринфянам 8.18 апостол Павел говорит с ним послали мы брата вот когда мы о ком-то говорим посылаем и говорим вот этот брат я его давно знаю мы с ним вместе жили работали как-то его представить чем он мне известный по добрым делам а он говорит брата во всех церквах похваляемого за что же это ухвалят куда не придется брата задум за благовестие за благовестие и о имени нет его блаженный Петелак говорит это о Луке как говорится потому что он написал благовестие Евангелие от Луки а все считают и в каждом храме вот у нас смотрите какие книги вы молите чтобы Господь распространил их у нас и все еще пока лежит корабль стоит у причала грузом наполнены вот сейчас начинаем работать по этому надо пройти по всем храмам где-то предложить что-то продать что-то раздать чтобы книги заработали потому что самое сильное противление это от священников и не почему-то потому что в этих книгах они видят в себя что они не таковые первым фессалоникийцам 3.2 мы послали к вам и Тимофея и тоже начинает давать сопроводительную характеристику брата нашего нашего и служителя Божия ну а в чем служитель значит он богослужение ведет наверное службу правит но сегодня кто-нибудь сказал служитель наш значит мы вместе были рукоположены мы вместе получили палец там какие награды дают нет брата нашего сотрудникова нашего в благовествование сегодня ни один на стране этого не скажет что этот священник мне брат и сотрудник в благовествовании я например не знаю вот брат стоит рядом я его могу назвать он сотрудник благовествования вы помогаете распространять слово Божие тоже участвуйте в благовествовании вы идете когда в храм и все время просите Господи пошли меня на благовествование кому ну я не знаю как это сделать ну вроде бы все знают и какой-то звонок будет по прежней работе пойдет ты в школе была пойди в школу возьми объявление ну сколько я вас буду учить-то этому хоть у вас же были прежние места работы почему их все покинули крепко молитесь и Господь какие-то ниточки протянет и апостол Павел говорит так что он был в благовествовании помощник Христовым и посылаю я для того чтобы утвердить вас и утешить вере вашей чем ну благовествование языком знанием деяние 15-20 но мы послали к вам иуду и силу которые изъяснят вам все словесно где-то люди которые понимают учение не просто я поехал побыл и вернулся а именно изъяснить деяние 9-38 исход 4-13 вот ситуация которая у нас очень часто повторяется вот я когда вам говорите на благовествие гляжу оделись воскресенье и потянулись домой и каждый раз на занятия нету ну я не могу а причин то очень много ну а он пускают она идет она ничем не занята она везде успевает ты радуйся что Бог дает тебе еще такую возможность и он говорит Моисей сказал Господи пошли другого кого можешь послать с Богом как рассуждает ты возьми его другого в рай а меня пока не надо брать ты его Господи возьми царство небесное кого найдешь Господь говорит я тебя хочу я тебе пропуск выписал но перед этим ты должен пройти народ мой вывести Господи а кого ты можешь послать пошли другого и Господь разгневался на Моисея я тебе помощника дам и он вместо Бога будет передатчик ты каждый раз думай они на положении или я Моисея ну а пускай они пойдут да тебе хорошо у тебя детей да тебе хорошо у тебя хозяйства нет хорошо а я вам рассказывал про Александра Ивановича в Искитиме 10 ребятишек 10 на государственной работе работают каждый день 8 часов отдай токарь позировщик лекарщик закальщик все все специальности у него значит он занят домохозяйством а церковь за 60 километров от Искитима до Новотибирска он доедет а потом уже начинает автобусную пересадку надо ему куда добраться и ни разу никто не знает что он пропустил богослужение и выезжает с ночевкой 10 детей ну что теперь скажешь и кто бы не приехал все у него будут останавливаться он стоит только и смотрит кто приехал он уже к нему идет сразу приглашает царство ему небесное я ни грамма не сомневаюсь даже что он находится у Христа какие он имел откровения мы встретились у него и Евангелия даже на русском языке не было Евангелие пришло через мои руки к нему Бог нас сроднил Исхо Исайя 6-8 кого мне послать говорит Господь ибо огрубелось сердце и ушами с трудом слышат и очи свои сомкнули вы что спать пришли сюда гляжу дремят развяжи уши внутреннего слуха и говори Господи вчера не ходил год назад не ходил а все таки я пойду кому да пойди по отделам засвидетельствуй материалы какие-то раздай где ты работала была же где-то пойди по школе на свое производство на прежнее филиппийцам 2.25 мы к вам послали ипофродита брата и сотрудника нашего и сподвижника нашего в чем вы уже знаете что отвечать в благовествование и вот если Господь о нас когда-нибудь скажет или кто-то из апостолов Господи вот этот человек наш сподвижник вот мы встретимся в Царстве Небесном и там вот тех из которых люди пришли к Богу а мы придем с пустыми руками не хотел бы я бесплодным к трону Господа прийти хоть одну хотел бы душу снов один в руках нести аминь воскресенье и Продолжение следует...